ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ На второй части первого этажа поликлиники ремонт продолжается. Рабочие трудятся в ударном темпе, но под контролем руководства. Главное, чтобы все было сделано не только в срок, но и качественно. Сдать помещение планируют уже к 1 декабря. Здесь кабинеты уже сотрудников, кабинеты рентгенологов, врачей. Там кабинеты рентгенов. Осмотрел Владимир Жук и помещение второго и третьего этажей. Их реконструкцию планируется провести в следующем году, как и ремонт кровли. Тем более, что обновления кабинета и коридоры поликлиники не видели довольно давно. Вообще, например, ремонт третьего этажа был 20 лет назад. С момента открытия поликлиники его не было. Визит депутата Московской областной думы Владимира Жука не случайен. Народный избранник следит за тем, чтобы бюджетные деньги расходовались рачительно. И готов помочь, если возникают какие-либо организационные сложности. Практически все ремонты финансируются Минздравом Московской области. Поэтому мы смотрим, насколько качественно делается ремонт, как идут работы, не отстают ли по темпам, по графику. И если какие-то вопросы возникают, подключаемся. И эти вопросы мы решаем. К детской видновской поликлинике прикреплено порядка 43 тысяч детей и подростков. Цифра внушительная. В том числе и поэтому работа врачей не останавливается даже во время ремонта. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.